День студента 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 Хотя в основном народную музыку играли крестьяне, рабочие, это люди, которые, естественно, специально этому не обучались. Были, скажем так, играли тогда, когда было свободное время от работы. Это, естественно, самоучки. И играли на гармошке, на балалайке, на домре. На ложках там кто-то играл. Да, на ложках кто-то, да, 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 совершенно верно. И очень трудно было завоевать вот это право развиваться в академическом направлении. Лишь в конце 19-го, начале 20-го веков появились люди, которые, ну, овладели этими инструментами настолько профессионально, что они доказали, что и эти инструменты народные могут тоже развиваться в академическом направлении. Имеют свое место, могут быть. Да, на них можно исполнять классическую музыку. Они делали переложения. И таким образом доказали, что это такие же полноправные инструменты, как фортепиано, скрипка. И благодаря им, благодаря их энтузиазму, стали открывать классы народных инструментов в музыкальных училищах, в школах, искусств, музыкальных школах. И затем в дальнейшем и в консерваториях. А в каком году открыли ваше отделение в нашем музыкальном училище? Да. О том, чтобы открыть отделение народных инструментов заговорили уже в 30-е годы 20-го века. Но оказалось, что некому преподавать, что нет преподавателей, не было людей в то время, которые бы могли хоть маломальски играть на инструментах. Потом, в 41-м году, в связи с тем, что началась Великая Отечественная война, наше музыкальное училище закрыли. И лишь в 45-м году наше музыкальное училище открыло двери для желающих обучаться играть на домре и паяне. И первыми преподавателями стали, если говорить о баяне, это Каракачан, который был самоучкой, но он умел играть. Естественно, никаких методик не было, никаких методических пособий не было по преподаванию этих инструментов. Обучение велось практически с рук. И если говорить о домре, то это были Можейко и Афанасьев. Афанасьев, кстати говоря, был преподавателем переквалифицировавшейся из скрипачей. Он сначала учился играть на скрипке, и потом стал уже только играть на домре. Да, видимо, ему очень понравилось. То есть в 45-м году на вашем отделении было только баян и домре? Только два инструмента? Да, совершенно верно. А как потом развивалось? Отделение. Потом развивалось в двух направлениях. Во-первых, стали появляться высококвалифицированные преподаватели, которые уже обучались своему ремеслу в определенных учебных заведениях. В 49-м году появился баянист Журавлев, который окончил Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции. Позднее появился первый баянист, окончивший консерваторию Горьковскую, он закончил консерваторию, Александр Павлович Юхтанов. А если говорить о домристах, то это Роза Тимофеевна Иванова. Она окончила Киевскую консерваторию и стала первым дипломированным специалистом, домристом в нашем музыкальном училище. Затем начали появляться новые инструменты. В 1965 году приехал Василий Антонович Черновский, который открыл в нашем училище класс аккордеона. В 1965 году приехал после окончания Казанской государственной консерватории Эдуард Геннадьевич Борисов. С его приездом у нас открыли класс балалайки. Также он взял на себя руководство Оркестром Народных Инструментов и руководил этим оркестром аж до 2015 года. То есть это срок очень небольшой. И они очень много гастролировали, делали огромнейшие программы. Оркестр тогда был очень большой. И в общем, это все благодаря Эдуарду Геннадьевичу, его энтузиазму, его таланту. И очень здорово, что на нашем отделении такой человек работает. А вот какие сейчас педагоги работают на отделении? Сколько их? Сейчас у нас работают пять баянистов и четыре преподавателя струнника. Из них, мне бы хотелось сказать, что из них один заслуженный работник Российской Федерации, культуры, работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики, Александр Николаевич Белянкин. Три заслуженных работника культуры Чувашской Республики на отделении работают. Это Виктор Иванович Шелепов, который более 20 лет возглавлял отделение Баяна Кордеон. В нашем училище? С 1996 года, да. И вот в 2018-м как бы завершилась его деятельность на этом посту. Также крупного Любовь Викторовна, которая более 10 лет возглавляла отделение струнные народных инструментов. Тоже в 2018-м году. То есть был, как бы сказать так, раскол струнных. Был раскол, да. В 1971-м году струнное отделение отделилось от Баяна Кордеона и стало самостоятельным отделением. И вплоть до 2018-го года существовали порознь. А в 2018-м году снова объединили. Ну, вроде бы считается, что, скажем так, технологии игры разные, да. Баяна Кордеона – это язычковые инструменты. А струны – это струн щипковые, где надо щипать как бы струну. И, видимо, поэтому и решили отделиться. А в 2018-м году снова объединили отделение. Дружное отделение. Мы снова вместе, да. Мы снова вместе существуем. Да, действительно, у нас дружное отделение. Но я еще не про всех преподавателей сказала. Еще у нас два заслуженных артиста Чувашской республики. Это Гараев Назыр Шукатович. Найд Шукатович. И Сергей Алексеевич Баранов. Все у вас педагоги заслуженные практически, да? Да, у нас все преподаватели заслуженные. Класс балалайки у нас ведет Сергей Валентинович Жаднов. Класс Чувашский гусель в Кесле. Людмила Никитична Журавлева. И класс гитары веду я. Вот это у нас такая дружная команда. Да, да, да. А какие специальности получают ваши студенты после окончания учебы? У нас большой спектр специальностей получают студенты. Они могут как сольные программы исполнять, быть солистами. Могут работать в оркестре, быть артистом оркестра. Могут руководить этим оркестром или каким-либо другим коллективом. Также могут работать концертмейстерами, аккомпанировать хору солистам, инструменталистам, солистам, вокалистам, солистам. То есть у нас большой спектр специальностей. Все специальности у вас очень такие... Постребованные причем специальности, да. И мы недавно со студентом четвертого курса, Андрей Самылкин, мы участвовали в конкурсе. Концертмейстеров. Андрей там занял первое место как концертмейстер. И вот мы бы сейчас хотели поделиться. Подарочек такой в программе? Да, да, да. Да, музыкальный подарок. Сияла ночь, луной был полон сад. Сидели мы с тобой в гостиной без огней, Рояль был весь раскрыт, И струны в нем дрожали, Как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, Что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, Чтоб звука не роняя Тебя любить, Обнять и плакать над тобой. Прошли года, ранительный скучно, И вот в тишиночной твой голос слышу вновь. И веет, как тогда, Во вспохах этих мучных, Что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, А жизни нет конца, и цели нет иной. Как только вернуть В рыдающие звуки Тебя любить, Обнять и плакать над тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Люди талантливы во всем. В юности я очень хотела стать вокалисткой. Мне очень нравилось петь, Я просто обожала петь. Мечтала быть певицей, Но, к сожалению, Не очень верила в свои силы. Мне казалось, что масса людей, Которые красивее меня поют, У которых красивее голос. И я, к сожалению, Так и не поверила в свои силы вовремя. Но все же нужно делать вовремя. И вовремя поверить в свои силы, В свое предназначение. И вот здесь бы мне хотелось Молодым нашим зрителям сказать, Что если вам чего-то очень хочется, Что если вы чувствуете, Что в чем-то ваше призвание, Идите за своим призванием. Не бойтесь. Кто бы вам что бы ни говорил. Верьте в свои силы и добивайтесь своего. Вот такое небольшое напутствие. Да. А давайте сейчас посмотрим видео исполнения. Андрей Герасимов исполняет еврейские мелодии Цыганкова. Класс заслуженного работника культуры Чуварской республики Крупновой Любови Викторовны. Концертмейстер Салихова Лилия Шайхалиевна. Концертмейстер Салихова Лилия Шайхалиевна. Концертрат... Концертмейстер Салихова Лилия Шайхалиевна. ... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 А педагоги? Педагоги профессиональные, педагоги тот лучший. Если ты не выполнил домашнее задание, можно подойти, они все поймут, и обучают, и дают знания огромные. Ну а теперь небольшая реклама. Далее наша программа. Мы пригласим студентов четвертого курса и второго курса. Во время рекламы к нам присоединились еще два студента нашего музыкального училища. Это студент четвертого курса Даниил и студент второго курса Паша. Здравствуйте. Привет, ребята. Как у вас дела? Все просто отлично, все супер, спасибо. Спасибо, что это вам, спасибо, что пришли. Да, не проигнорировали нас, все-таки согласились. Ну давайте же начнем с ваших инструментов. Да. Скажите. Я играю на вот таком чудесном инструменте. Этот инструмент называется гармонь. Посмотрите, какой он красивый. Очень красивый. Наверное, да? Да, очень дорогой. Это мой личный инструмент. Вы потом, чуть позже услышите его прекрасное звучание. И на этом инструменте можно многое сыграть. А расскажи, пожалуйста, Паша, с чего началась твоя вообще творческая деятельность? Моя творческая деятельность? Садика? Школы? Когда? Моя творческая деятельность началась, когда я был в школе. Меня родители отправили. Вернее, я сам пошел в музыкальную школу, детскую школу искусств номер один. Я попал к прекрасному педагогу Григорьевой Татьяны Михайловны. Я бы рад этому... Ой, я... Рад? Я рад, что я к нему попал, потому что она сделала из меня просто хорошего музыканта. Я просто... Виртуозного? Да, я ей горжусь. Большое вам спасибо, Татьяна Михайловна. А вообще тебе нравится? Да, конечно. Если бы мне не нравилось, я, наверное, не учился 8 лет. Данил, а ты? Ну, я... Нет, для начала познакомь нас с своим инструментом. Ну, это баян. Он вообще... Он больше, да? Ну, да, естественно, он больше. Честно говоря... И тяжелее. Тяжелее, конечно. Я различаю гармонию от баяна вот по... Внешнему виду. Да. Нет, на самом деле у них страны-то практически одно и то же, только вот клавиатуры разные, на самом деле. Вообще, баянка бы произошла от органа. Это язычково-пневматический инструмент, который за счет воздуха работает, за счет движения меха. А на чем сложнее? Сложнее на баяне или на гармошке? Или так? Ну, я не могу так сказать. Я-то, может, на гармошке-то не умею играть. Если бы умел, я бы, может, все сказал, на чем сложнее. А так не знаю. Но мне мой инструмент нравится. Я не жалуюсь. А как твоя творческая деятельность началась твоя? Ну, вообще, она началась еще с садика, получается. Моей маме когда сказали, что я не музыкальный мальчик, она... У меня такой настырный боевой человек. Она, то есть, сказала, вот если у нее нет слуха, будем развивать. Будем? Будем, обязательно будем. Отправила меня в музыкальную школу на класс фортепиано. Ну, мне как бы вообще не нравилось. И я как бы не мог ему к нему привыкнуть. Потому что я хотел погулять, может, с ребятками. А тут мне взяли и запихали селом. Ну, не нравилось мне это просто. А на баяну попал я с пятого класса. Я приехал сюда в Чебоксары учиться в лицее Лебедева. И меня отдали на класс баяна. Я поначалу ненавидел жутко, просто всей душой. Пропускал уроки, прогуливал, все. Не приходил вообще. А когда однажды моя мама узнала, что я так делаю, ну, дал мне пинка. Влетела. Влетел так. И я, в общем-то, скрипя зубами, сидел и просто в классе занимался под надзором. Мама сидела рядом, читала книжку, я сидел, занимался. То есть, как я поняла, школа искусств? Нет, это не школа искусств. Это было лице Лебедева. А, да-да-да, был такой. Сейчас его закрыли, да? Сейчас закрыли. Идет твое занятие, а мама следит, читая книжку. Да, то есть, прям таким образом учитель разрешал, она сидела, меня контролировала. Если не получалось, она, ну, что, что, типа, чего ты не умеешься, занимался живой? А я такой, мама, не надо. Да. Ну, на самом деле, весело было. Вот, от любви, от нености к любви я так бы полюбил свой инструмент всей душой, и мне нравится. А по сколько часов в день вы занимаетесь? Часов в пять-шесть. Ух ты. А вот все так, да, прям на совесть, на пять часов? Ну, не меньше, потому что заниматься... Ну, не хватает, ну, если, например, четыре часа, этого не хватает, чтобы освоить. Ну, кому-то хватит, а нам, чтобы выступать на различных конкурсах, нужно... Требуется больше времени. Чем? Зачеты завай, да, в училище? Да, конечно. Ага. А в свободное время как проводите? Ну, вообще, мы... Пять часов занимаетесь, дальше что делаете? Мы музыканты, мы занимаемся очень много, учимся, мы учимся круглыми сутками, можно так сказать. Мы домой приходим, нам бы лишь бы дойти до дома... Поспать. И поесть, поесть. Покушать и спать. И все. А наутро опять по новой. Да. А чем занимаешься? Хобби какие-то есть у тебя? Ну, так, я раньше любил, вот, и футбол с ребятами погонять, и волейбол я играл, а сейчас времени на то, ни на это не хватает, поэтому музыка, это вот мое хобби. Сейчас только музыка, да? Музыка, музыка. Да, а у тебя какие хобби есть? Ну, у меня, как бы, хобби с детства, это спорт, ну, я такой довольно спортивный мальчик, ну, как бы, трудно, на самом деле, совмещать и музыку, и спорт, так что как-то приходится выкручиваться. Ну, конечно, это сейчас самое основное, это моя основная деятельность, это музыка, потому что я живу, я и душу, можно сказать, а спорт это так, для развлечения, отличения от всех забот. А почему именно музыкальное училище имени Павлова? Да, почему именно в нашем городе? Не хотелось уехать в другой город? Ну, нет, на самом деле, потому что далеко от дома, как-то, честно говоря, не хочется, а вот как бы в Чебоксарах, потому что недалеко, и думаю, что почему бы нет, ну, конечно, мне просто вот мой преподаватель, Тараса Вероника Вильевна, хочу передать ей большой привет, пользуясь случаем, А я учился у нее, она мне как бы наставляла и как бы передавала в музыкальное училище, можно сказать, я учился у нее, и она мне советовала поступать в училище Павлова, там хорошие преподаватели, там уровень подготовки очень серьезный, ну, и вот я поступил. Да, так легко прям поступил? Ну, нет, ну, не так легко. Ну, были какие-то зачеты, наверное. Ну, конечно, были вступительные экзамены, естественно. Сложно было? Ну, честно говоря, было сложно, единственное, с чем, с теорией музыки было сложно. Сальфежи, да? Да, нет, сальфежи с ним проблем не было. А вот с теорией были, потому что я в теории-то не особо подкован был. Ну, тут, на самом деле, тут ничего сложного, ничего страшного, потому что даже если ты мало знаешь, тебе все равно помогут. Есть консультации, которые проводятся в училище, и если ты на них приходишь, тебе помогают. Есть курсы специальные, на которых ты обучаешься, и тебе подсказывают, чтобы сделать твою жизнь легче, чтобы ты смог поступить. А тебе было трудно поступать? Ну, вообще, я имел музыкальное образование, я закончил музыкальную школу с красным дипломом. Да нет, все же были сложности. Ну, я бы не сказал, что они были такими значительными, но все же. А тебе не хотелось уехать в другой город? Ну, на самом деле, я об этом не думал. Ну, вот, этим была моя ошибка, но все же я рад, что я попал сюда. Здесь у меня прекрасный педагог по специальности, Гораев Назар Шипадович. Кстати, да, расскажи нам, пожалуйста, о нем тоже. Как у тебя вообще уроки проводятся с ним? Да, потому что я знаю, какой он вообще человек по жизни, он такой веселый, прям вот на него смотришь, и уже улыбаться хочется. Да, он действительно очень веселый, энергичный, подвижный преподаватель. Я вот, некоторые студенты говорят, я вот слышу, не хочу идти, я на специальность, мне педагог просто надоел. А тут я просто с радостью, с улыбкой бегу к нему на специальности просто, потому что я получаю от его предмета кайф. Я балдею на его уроках, если так сказать. А, Данила, у тебя кто педагог? У меня очень прекрасный педагог, это Баран Сергей Алексеевич, заслуженный артист Чеховской республики. Я у него уже 4 года не могу учить. Я не могу сказать то, что мне с ним учиться просто весело. Иной раз, когда приходишь неготовый, как-то неловко, стыдно, он как бы подбодрит, поддержит, все равно наставит на путь истинный, скажет, так нельзя. И как бы тебе, ну, самому уже неприятно, стыдно, почему не выучил, хотя должен был. Ну, может быть, времени не хватает, или это уже само как? Ну, скорее, иногда просто, может быть, и не хочется, иногда времени не хватает, потому что загружено сейчас, подготовка к госэкзаменам, и все такое. Но времени мало остается, на самом деле. Ну, надо выкручиваться, заниматься-то надо. Конечно. Я вот тоже прохожу этажи, да, вы всегда там занимаетесь в коридоре. Это у вас свободное время такое, или как? Это нет, это если классов не хватает, или просто если хочется кого-то по Би-Би-Си, например, пианистов, просто выходишь в коридор, играешь. А, Данил не играет, это такое, нет, я-то буду играть. А терки с пианистами? Нет, 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 у нас училище. У нас самое дружное училище. Да, самое дружное училище у нас. Ну, нет, это такая шутка, на самом деле, просто, ну, как-то просят потише играть, естественно. Ну, конечно, послушаем, да. Ну, просто, нет, я бы не сказал, что вот эти терки, это просто так, как бы, покалывание, подколывание, подколывание больше. Ну, да, да, да. Так и студенческий прикол, можно сказать. Данил, а мы знаем, что ты у нас сочиняешь стихи. Да, да, да. Это твое хобби. Да. Это было, ну, есть, остается небольшим хобби, на самом деле. Ты можешь нам что-нибудь, как говорится? Прочитать. Да. Зачитать. Ну, я могу один стих, но он такой довольно депрессивный. Ну, все равно. Ну, вот и все. Я перешел черту. И сам того не понимаю, я истребил свою мечту. Дикий сумрак затмил мне очи. Я метаюсь, я в огне. И под пыленой ночью заряжу свинец себе. Вы меня мазали черной грязью. И швыряли осколки в лицо. Лечил я все раны проклятой мазью. Думал, поможет. Не помогло. А вот как так можно вот просто... Например, вот я вот сяду, я никогда не сочню такие стихи. Вообще стихи это я, и стихи это вообще противоречие. Я пробовала. Стихи это... В стихах ты выражаешь свою душу, свои эмоции. Я, например, я пишу стихи обычно, когда мне либо очень хорошо, либо очень плохо. Вот такие две крайности. И если, допустим, у меня настроение веселое, такие получаются довольно веселые стихи. Это просто как бы на... Даже не знаю, как это писать. Просто садишься, что-то у тебя в голове вертится. И ты пишешь, 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 пишешь. И ты пишешь, 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 пишешь. И такой, фух, до чего легче стало. И все хорошо. Да. Ты сказал, в футбол хорошо играешь, да? Иногда, да. В детстве играли, конечно. Да. Это твое свободное время, да так проводишь досуг. Может, ты рисуешь, поешь? Нет? Нет. Такого нет. Например, вот я с отделения сольного, хорового, народного пения, и у нас всегда какие-то праздники проводятся вместе. То есть вот на Новый год мы вместе там стол накрываем и сидим вместе с отделением, приглашаем выпускников. А у вас какие-то вот такие вот праздники бывают? Посиделки такие вот такие. Конечно, конечно, бывает, чай пить, естественно. Ну, у нас отделение такое очень дружное. Если кто-то, допустим, ребят, пошлите чай пить. Все отделения такие, пошлите чай пить. Если у тебя есть конфетки, все, у них нет. У кого день рождения, каждый приносит тортики, ну, у кого день рождения, угощает всех, мы ему подарки дарим. То есть прям так весело. Ну, конечно. Свои же люди. Да, вот серьезно, вот второй год учусь в музыкальном училище и понимаю то, что было в школе и что сейчас в училище. Это небо и земля. Потому что, действительно, каждый курс сплоченный, он всегда поможет. Вот, кстати, мы, я, Никита и Паша с одного курса, и вот к Никите подойдешь. Ой, Никит, привет, да, все хорошо, к Паше подойдешь. А Паша-то длинный, у нас рост. Кстати, какой у тебя рост? Метра 93. Я когда первый раз тебя увидела, такая, боже, он такой ледный. Высокий. Высокий. Прости. Да. А какие планы на будущее? Ну, Паша, давай ты. Ну, я еще второй курс только. Еще только послушаю. Жить, да жить, учиться, учиться. Да, жить, учиться. Семья, дети. Вот, все будет. Жить покажет. Ну, пока не думал. Пока нет. Ну, вообще не задумался. Нет. Зачем? Да, с лишней сложностью для себя. Да, да, да. А ты, Данил? Ну, ты же уже у нас выпускник. Ну, да, я выпускник уже. Все, полгода осталось еще? Да. Не говори, пожалуйста. Не хочется ходить. Ну, на самом деле, я просто хочу... Ну, дальше я продолжу свое образование музыкальное. Я хочу стать хорошим баянистом, чтобы меня знали, чтобы люди ценили, любили, уважали. Я планирую поступать в консерваторию. В какой пока не определился, да, еще? В какой, да, не определился, потому что, на самом деле, сложно будет поступать. Я, как бы, переживаю по этому поводу сильно. Да. Ну, хочу, конечно, повыше, если получится, замахнулось куда-нибудь в Москву или в Питер. Ну, или в Казань, не знаю. Наверное, так. Да. А вы состоите в каком-нибудь ансамбле, оркестре, может, где-нибудь? Да, конечно. У нас на отделении народных инструментов каждый студент состоит в оркестре, и каждый студент играет в оркестре на разных инструментах. Вот Данил сидит на баяне, я сижу на доме Рибасовой. Например, мой однокрупник сидит на доме Альтовой, и все мы играем. А сложно вообще вот вместе играть? Какие-то сложности бывают? Ну, поначалу, наверное, конечно, бывают, потому что что-то один играешь, ты под себя играешь, играешь, а тут надо слушать своего партнера, надо слушать весь оркестр и помогать ему. У каждого в своем парте, наверное, да? Да. Поэтому есть сложности поначалу, но потом ты привыкаешь, и вот как для меня на оркестр ходить тоже одно удовольствие. А в характере это как-то проявляется? Вот каждый, вот я думаю, что каждый инструмент, он как-то показывает самого человека характер, нравственность. Вот. А ваши инструменты? Ну, вообще, любой инструмент – это прежде всего душа, я так считаю, но просто для меня мой инструмент – это как бы часть моей души. А оркестр – это, прежде всего, он отрабатывает терпение. Это сбор душ. Да, это сбор такое собрание, душ своеобразная, потому что нужно слушать своего, так же, напарника, который рядом с тобой сидит, допустим, вот Пашу слушать или там кто кого-то еще, да не важно кого. Самое главное, чтобы был стройный единый целый, чтобы оркестр не играл, как хотел. А дирижер у вас есть? Конечно. А кто у вас дирижер? Сергей Валентинович Жаднов. Это педагог, да? Да, педагог. А вот расскажите, пожалуйста, немножко о ваших конкурсах, каких конкурсах вы участвуете, вот расскажите, пожалуйста. Ну, вообще, я ездил в очень различные, в очень много различных городов на конкурсы. Последний раз, вот в прошлом году с моим нынешним педагогом мы ездили в Казань на международный конкурс имени Плетнева, заняли третье место, и я думаю, для первого года это очень хорошо. Вот, до этого мы со своим, со Статьяной Михайловной ездили тоже на много различных конкурсов, но я расскажу такие самые важные. Мы с ней попали на Дельфийские игры России в 15-м году, вот, привезли оттуда бронзовую медаль. Молодец какой. Мы были очень счастливы. Может, нам сыграешь теперь, покажи свое мастерство? Да, конечно, я сыграю вам муральские барабушки у Александра Устьянцева. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok